С начала года зафиксирован рост интернет-мошенничества. Несмотря на активную работу силовых структур, жители нашего региона все также продолжают попадаться на уловки. Специалисты отметили, что с развитием онлайн-услуг количество интернет-мошенничества возросло более чем в два раза. Профессиональные кибермошенники знают тысячу и один способ, как отнять деньги у пользователей сети. Специалисты отмечают, что в последнее время целью мошенников становятся личные данные пользователя для оформления на него кредитов. За прошлый год у нас с января по август зарегистрировано, если было 16 интернет-мошенничеств, из них осталось нераскрытыми 10, то уже в 2022 году за этот же период у нас количество увеличилось в два с половиной раза, это более 40 преступлений. Согласно базе данных, основными жертвами мошенничества становятся лица возраста от 50 лет и старше таких у нас 30 фактов и от 30 до 40 лет более 10 фактов. Не исключено, что жертвой мошенничества можно стать от близкого круга людей. Так в прошлом году один из жителей города Аксу совершил 16 эпизодов мошенничества в отношении своих родственников. Рахимбеков использовал свой сотовый телефон с корыстной целью, зарегистрировался в банковском мобильном приложении под псевдонимом своей близкой родственницы, после чего от ее имени отправил заявку на получение денежного кредита в сумме 200 тысяч тенге. В этот же день он, введя ее в заблуждение, снял со счета деньги через банкомат и пополнил свой личный счет в букмекерской конторе. В суде житель Аксу свою вину признал. 7 июня приговором суда города Аксу был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка, входят в доверие, а затем получают всю информацию. И это классический способ завладеть персональными данными. После получения таковых мошенники получают полный доступ к управлению банковской карты. Далее деньги через банкинг переводятся на сторонние счета или вовсе за рубеж. Зачастую это задействовано несколько людей из разных регионов и задержать их и установить очень сложно. Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам. На сегодняшний день потока по городу Аксу уже зарегистрировано более 40 фактов на сумму около 40 миллионов тенге. Среди них есть и потерпевших, где около 15 миллионов. Это банковские займы. Если звонивший вам представляется сотрудником банка, лучший способ исключить мошенничество – самостоятельно перезвонить, но уже на официальный номер банка и удостовериться в информации. Не передавайте персональные данные, не переводите деньги посторонним лицам. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Кристина Каспирович, Алексей Мехедов, РТС Акпарат.